Студенты духовной семинарии на время переквалифицировались в грузчиков и почти весь день напролёт трудились на фуре. Дело простое – перетаскивать коробки с борта «Газели» в кузов дальнобойного грузовика, аккуратно и плотно укладывать и увязывать клейкой лентой, чтобы не развалились при транспортировке и разгрузке. В первую очередь это детское питание, это продукты питания для взрослых. Ассортимент включает около 20 номинований. Это средства гигиенические, также различные бытовые вещи, которые необходимы для организации жизни – батарейки, кипятильники, электрические плитки. Всё это собрали прихожане храмов со всей области. В течение дня к фуре на перегрузку подошли несколько небольших машин. Сам больший груз предоставил один из предпринимателей Тамбова. В данный момент в сфере грузоперевозок идёт очень такая… Непростная ситуация? Ну да. То есть решил помочь именно, потому что всем сейчас трудно, всем сейчас плохо, а им ещё труднее. Поэтому в любом случае нужно помогать, нужно делать добрые дела. Это первая машина с гуманитарным грузом, которая отправится для беженцев Донбасса. Она повезёт всё это в Белгород. Там она должна быть в полдень. Привезёт она примерно 7 тонн разных грузов. Эта фура – первая ласточка помощи, которую Тамбовская епархия отправляет в Белгородскую. Оттуда груз доставят через границу в города и посёлки ДНР и ЛНР, где ещё совсем недавно шли боевые действия. Ну а в храмах региона уже готовят новую партию гуманитарной помощи, которую так ждут на Донбассе. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей. Продолжение следует...